Всем привет! Вы на канале PUMS. С вами Пётр и Максим. И сегодня мы открываем долгожданную посылку от Лапки Гейм с игрой в девичестве Dive Strong Season 1. Сейчас это называется Трон Кубов. И здесь полный комплект. Всё, что было на предзаказе, с бонусами предзаказа. Единственное, только я не брал коробку для четырёх коробок с игрой. Здесь четыре коробки, в каждой по два героя. Игру решили купить по одной простой причине, потому что фанаты игр с кубиками, в принципе. А это дуэльная история на кубах с красивым оформлением. Печать оригинальная. Сейчас посмотрим, как их упаковали. Интересно. Зажали бумагами по краям. Боком можно вытащить. Убирай коробку. О, бонус предзаказа. Это, видимо, вот такие карты. Потом их откроем. Набор промокарт. Первый сезон, перезагрузка. Да, это первый сезон. Перезагрузка. Переделано немножко оформления. Оригинальные игры первого сезона Dive Strong. И вон тут внутри особые кубики. Внутри они специально их сделали другими, которые шли раньше. Здесь четыре коробки. Здесь у нас есть пироманты Теневой Вор. Есть монах и паладин. Есть варвар и лунная эльфийка. И есть энд и ниндзя. Ну что, начнем с энд и ниндзя, наверное. Пупырку. Выкинь тоже, Максим, пожалуйста. Хотя нет, тут по циферкам. Давай по цифрам пойдем. Давай. Битва 1. Вот написано. Базовый набор. Базовый набор. Битва 1. Лавка Геймс. Рокслей, фирма издания. Авторы игры. Мэнни Трамбай. Нейт Четельер. И Геван Браун. Ну, нам это пока ни о чем не говорит. Давай каждую коробочку по отдельности посмотрим. Тут есть те самые кубики. Да, я уже бы сказал, да. Те самые спиртзаказы. Посмотрим, как с другой стороны фона по краям. А они что, светятся в тюрьме? Не, они не светятся. Они сделаны очень интересно. Так, добро пожаловать в мир Трон Кубов. Трон Кубов – быстрая, веселая, азартная игра, требующая умелого обращения с картами и кубиками. Эта коробка содержит полноценную игру. Варвар не самый изящный из героев. Ему нравится крушить все подряд и избивать противников до потери сознания. И лунная эльфийка поглощает энергию ночного светила. Ее взрывные стрелы, выпущенные из огромного лука, могут пронзить даже самую прочную броню. С этой стороны вот так. Да, их можно смешивать, да, играть разными составами. Поэтому я и решил взять полный комплект. Тем более на предзаказе были приятные цены. Сейчас, к сожалению, все это стоит намного дороже. Немножко слышно, я думаю, что на видео, что оно… Да, плотное. Нравится, так и давай открывать, смотреть. Подожди, внутри все как… Все просто. И здесь запаковано. Сейчас давай постепенно смотреть. Сразу откроем. Здесь у нас есть жетончики. На, выдавливай. Правила игры. Версия 2.2. Сейчас посмотрим поближе. И две коробки, в которых лежат герои. Давайте посмотрим сначала правила, как выглядят. Красочно. С подготовками. С описанием, какие ходы и все остальное. Мы такие правила любим, когда все красиво и подробно расписано. Памятки героев, карты героев, компаньоны, какие с ними есть. Улучшения, карты действия, то есть очень полноценные правила. Расписаны таблицы видов уронов. Командная игра и можно играть на 3-6 участников игры. Кто здесь как сейчас? Посмотрим. Царь горы. Да, есть определенные изменения для правил. Это классно. Так что не только можно дуэльным вариантом играть. Разбор хода игрока. Итоговый урон, как считается. Другие правила. Ну и про создателей игры всего 15 страниц. Ну 16 игровые термины, да. Давай посмотрим. Нет, давай постепенно будем открывать. Вот так выглядит коробка, чтобы можно было легко брать с собой. Упаковка от фирмы Game Trace. Очень знаменитая на самом деле ребята. Фирма вот здесь написана, которая их изготавливает. Смотрим, как выглядит варвар. Сейчас, подожди. Вот так. И вот так вот она раскладывается. А это типа занавес? Нет, это не занавес. Это кладется вот так на стол. И здесь сюда выкладываются определенные карты дополнительные. А с другой стороны просто вот так сделано. Варвар с кубиком в руках. И у него в основные это значения ярости. И здесь всякие комбо на кубиках, которые нужно собирать. Так. Давай смотреть, что у нас есть. Ну да, то есть у него есть там могучий удар, критический удар, везение. Безумие, толстая кожа, превосходство, стойкость, хрязь и сильный удар. И где-то должно, по-моему, быть расписано, насколько сложные игроки. Это, видимо, подсказка. Да, про варвара. А вот сложность здесь, как раз указана сложность. Нарисован вот один кубик с циферкой один, что он легкий. За него легко играть. Любимое оружие? Все, что может рубить и крушить. Создатели героя, кто там еще делал его. Часто задаваемые вопросы по герою. И, видимо, определенные способности. Это его как раз действия, да, которые можно делать. Еще есть вот. Сотрясение. Ну, стандартные, в принципе, жетончики. Есть только одно оглушение. И оглушение, да. Вот так. Так, так, дальше смотрим, что у нас лежит. Кубики, блин. Да, кубики. И специально сделано две части, для того, чтобы карты можно было положить в премиум протектор. Разделить на две части, разладить, чтобы они поместились. Да, уже собранный счетчик. Собранный, кстати, как он вам мачтет. Счетчик, только у него счетчика два. Интересно, сделано из торстого картона. Вот этот нижний чуть побольше. То есть есть тут боевая сила. Прямо он как будто слеплено. Надо отлепить. Слышишь звук? Да, чуть-чуть было слеплено. Но плотно сделано, классно. Я такое люблю. Да. Сделано максимально, получается. У него сколько боевая сила? 15. Все. С другой стороны черное. Дальше счетчик. С другой стороны. Еще один счетчик. Здоровье. С двух сторон крутится счетчик здоровья. Тоже плотно сделано, прикольно. Типа может максимально 99 здоровья быть? Думаю, что вряд ли. Но интересно. Так, дальше идет у нас... Особые кубики. Да, это кубики особые, которые переделаны. Переделаны? Переделаны? Ну, они изначально идут другие. Здесь в комплекте специальные, которые, по-моему, уже это премиум кубики были или что-то такое. А в чем они отличаются? Они вот как раз вот этой штукой, что они переливаются, если я не ошибаюсь. Там стандартная история, они одноцветные, одного цвета, просто красного. А здесь они как немножко перламутровые, да. Такие кубы, вроде они, да, с одинаковыми значениями, с четыре кубика. Сюда же тончики складываются именно этого героя. Положишь? Смотри, то есть вот так вот. Красные. Не, органайзер прикольно. Ну, органайзер сделал для того, чтобы как раз можно было с собой возить всю эту историю. А я пока карты открою. Нет, только его. О, его только синий и красный. Это другие жетончики, как я понимаю, это лунные эльфики. Карты со всякими состояниями. Ну, карты... Да, подлен, не, нормально. Карты сделаны подлен. Качество хорошее, достаточно блестящее. Чем-то? Давай посмотрим с действиями. Отлично. Получай. Удар по голове. Фазы, когда это происходит. Сокращение, толстая кожа, безумие, превосходство. Ну, пока полностью мы правила не знаем. Мы отдельное видео снимем. Поэтому пока просто показываю, какие они бывают. Ну, вот эти, как я понимаю, карты... Да, вот написано сбоку, это улучшение. Это карты, которые делаются немедленно. Фазы броска. В основной фазе. То есть... То есть как-то так. Промокарты чуть попозже откроем. Улучшение. Хотя, может быть, и сейчас фазы... Фазы... Вот это все фазы броска происходят. Да, вполне возможно в промокартах что-нибудь заменить. Дубль. Есть джокер, который изменяет значение одного любого кубика. Тоже все это в фазу броска происходит. Дважды, не в этот раз. По счетам подправить. Пока-пока. Снимите одно состояние с выбранного героя. Возьмите две карты, удвоите. И основная фаза. Снимите состояние. Бросьте один кубик. Переносы и время розыгрыша. Это фазы хода. Это подсказка маленькая. То есть фаза обновления. Потом фаза дохода. Основная фаза. Фаза броска нападения. Фаза броска прицеливания. Фаза броска защиты. Основная фаза 2. И фаза сброса. Многовато фаз. Надеюсь, что будет нам понятно, как быстро в это во все играть. Давай, ладно, промо-карты открой. Вдруг действительно там что-то надо заменить в каждом наборе. Там 8 карт героев и 8 карт рандомайзера. А, ты уже там посмотрел? Ну, я прочитала, тут написано. Здесь, да, написано? Да, нет. Набор запчастей. А, тут написано. А тут написано, что надо поменять или ничего не написано? Тут что-то похоже. На нас все только было вот так и кубиком. Ну, да, у нас дуэльные нету на кубиках. Поэтому только Повелитель Токио темный на кампании играть. Мы фанаты Повелителя Токио темные здания. Поэтому было интересно. Так, прилив адреналина. Нет, такое-то новое получается карты. Кстати, с этой стороны-то я не показывал. Действительно, это же самое. Да, с этой стороны просто. Загоревшийся кубик. Так, я думаю, что да, это для него. Промокарта, так и написано. Прилив адреналина. Дальше смотрим. Это уже не для него. Хотя у него, смотри. Что? Или у него есть? А, вот так выглядит. Ха-ха. Что это? Просто вот такая карта с героем. Потом отдельно для каждого посмотрим. Ну ладно, уже открыли промо-набор. Можно все посмотреть. В промо-наборе для него. Для лунной эльфийки. Для вот этого монаха. Ну, просто с оформлением. Для паладина. Для вот этой дамы называется у нас пиромант. Пиромант. И теневой вор. И в конце это энд. Дерево. И не помню, как зовут. А, ну и ниндзя просто. Здесь набор таких карт. Ну и можно сюда положить вот эту карту. А вот эти, я так и не понимаю. Наверное, вот это только карта. Ну, говорит, что 8, да? Значит, прилив адреналина с нарисованным этим. Значит, сюда идет. Все. У него, наверное, все, да, жетоны? Давай посмотрим, какие у него там еще могут быть жетоны. У него такой жетон. Мы уже положили. Красный и синий. Да, у него два. Два вида жетона. Ну, эта штука быстро царапается. Или мы это сейчас уже поцарапали здесь? Сверху, интересно. У фейки мы больше, смотри. У него только три жетона. Вот так. И вот так. Давай закрывать. Это эльфийка. Так, лунная эльфийка. Так, подожди, что-то слетело, проверяю. В целом, да, нормально держится. Должно открываться как. Смотрим. Лунная эльфийка. То есть у нее есть длинный лук, удар, точный выстрел. Выстрел из укрытия, взрывные стрелы. И есть, кстати, какая-то девиз лунной эльфийки. Присмотрись к луне, и ты увидишь там мою победу. Опутывающий выстрел, затмение, ослепляющий выстрел. И промазал бросок защиты. С этой стороны. Надо дальше смотреть, что здесь есть как раз вот эти жетоны. Можешь их сложить. То есть у нас есть жетоны слепоты, опутывания, уклонения и под прицелом. Как раз четыре вида. Ты всех сюда складываешь. И у нее уже сложность два. И по ней также часто задаваемые вопросы, разработчики, компоненты героев. Давай посмотрим дальше счетчик, как выглядит. Это все виды жетонов. Вот я по одному собрал. Счетчик боевой силы. Ну давай, да. Такие вот же тонечки. На, выбирай. Здоровье смотрим, как счетчик выглядит. Вот так. Тоже все немножко, оп, подзалипло. Кубики. Да, кубики тоже крутые. Кубики уже с другими абсолютно. У каждого героя свои кубики с другими значениями. Тоже они немножко переливаются. Перламутровые. Лапа, луна, стрелы. Прикольно. Размеры они, в принципе, да, стандартного размера. Увлечь. А это написано... Максим тут обратил внимание. Ну, что это она. Написано, что это лун. И написано, какая версия. 32, версия 1. На, кубики положено на место. Открываем карты. Также у нас тут идет подсказка. С этой стороны у всех одинаково выглядят карты. В наборах. Давай, опираем. Она может... Ложись. Залп. Получай. Лунная магия. Как раз промазал. Ты улучшение. Промазал. Затмение. С лунной тенью. Слепляющий выстрел. Опутающий выстрел. Взрывные стрелы. Еще раз взрывные стрелы. Третьего уровня получается прокачки. Выстрел из укрытия. То есть несколько точных выстрелов. Второй длинный лук. И дальше уже вот эта история с действиями. Шестерка. Измените значение одного любого своего кубика на 6. Защищайся. Рука помощи. Еще раз. Выбранный игрок может выполнить дополнительную попытку броска в свою фазу броска нападения. Используя не более 5 кубиков. Дубль. Джокер. Измените значение одного любого кубика. Дважды Джокер. Не в этот раз. По счетам. Подправить. Пока-пока. Удвойте. Утройте. Избавьтесь от этого. Вегас детка. Бросьте 1 кубик. Получите 1-2 результата. В качестве. БС. Это боевая сила. Не округляется вверх. Какие состояния? Тоже самое. Рисунок. Да. Рисунок везде одинаковый. С той стороны. Я имею в виду. И нам нужно одну промокарту найти. Да. Промокарта. Вот это. Лунный силуэт. Наверное, да. А, вот здесь как раз написано, да, что это. Лун. Лун 33. Версия 1. Вон. Там с другой стороны. И мы кладем к ней карту. Просто с ее изображением. Для красоты. На. Ну, можно туда и туда складывать. Так. Тырин. Тырин. Так, две коробочки. Закройте. Давай, складывай их. Почему две коробочки? Ну, а я имею в виду, что это одна коробочка, в которой две коробочки. Гениально. Гениально. Складывай тогда в это. Я открываю вторую коробку. Вторая коробка, это у нас Монах и Паладин. Так, где закрыл башку? А, вон, правила возьми. А, правильно. А, правильно. Так. Это вторая? Да. Выкидывай. Да, это тоже. Так. Смотрим. Так. Так, так, так. Здесь у нас расписано. Монах-мастер искусства Ци. Он может направлять эту древнюю энергию, чтобы поглощать наносимый противниками урон. Кроме того, он использует Ци, чтобы высвободить настоящий вихрь боли, ведь он не только затишит перед бурей, но и сама буря. И Паладин. Своим мечом праведный Паладин наносит сильные и беспощадные удары. Благодаря его искренней вере он всегда может рассчитывать на божественную защиту. Он уверенно идет в бой, зная, что Бог с ним, а значит победа ему обеспечена. У Паладина сложность 5, у Монаха сложность героя 4. Вот здесь расписано как раз по краям. Так. Выкладываем две коробки. Твой набор. Здесь уже побольше жетонов. На тебе выдавливай. Правила игры. Я думаю, что точно так же. Сейчас даже откроем. Для примера, да. Ну такие же, как мы уже смотрели. Первой коробочке. Да, и вытаскиваем Монаха и Паладина. По краям. Внутренняя часть коробки там не показывал. Там написано. Трон кубов. Первый сезон. Перезагрузка. Так, давай это и уберем. Начнем с Монаха. Давай проверяем еще раз. Как держится. Да, нормально держится. Монах. И у него его слоган. Я затиши перед бурей. Какая-то мега способность. Запредельность. Как я понял, лотосы. На кубиках лотосы. У него есть удары кулаком. Медитация. Комбо удары. Штормовая буря. Кулак гармонии. Удар лотоса. Кулак спокойствия. И безмятежность. Он такой на фоне храма стоит. Класс. Еще раз. Вот расписаны его жетоны. Это ЦИ. Положительное состояние. Уклонение. Нокдаун. И очищение. И значения, какие у него есть. Кулак. Кулак. Ладонь. Дзен и лотос. На кубиках. Да. Вот они здесь расписаны. Покажи карточки. Покажи карточки. Покажи карточки. Не, не карточки карточки. Кубики. Кубики. Кубики серые. С первого мутра. Блин. А где? А тут они расписаны? Так. Так. Поближе бы посмотреть. Не знаю на камеру. Наверное не видно. Но они чуть-чуть. Там внутри скорее. А не это перламутр. Выглядит классно. Звучат тоже. Отлично. Давай дальше смотреть. Что у нас тут есть. Значок с боевой силой. Счетчик с боевой силой. Счетчик здоровья. И открываем карты. Так. Сначала я возьму промо. Сразу сюда в коробочку для красоты положим. Вся коробка жетонами запомнилась. Походу. И все. Вот еще один. Попустили. А мы что так? Упаковка с картами. Второй не взял. Это у него будет промо-карта. Озарение. Озарение, да. Так, сразу сюда уберем. Смотрим карты. Созерцание, размышления, загадочная мантра. Удар ладонью. Безмятежность третьего уровня, второго уровня. Это прокачки и улучшения. Кулак спокойствия. Штормовая буря. Комбо удар. Удар лотоса. Кулак гармония. Медитация. И дзен удар. И удар кулаком. Несколько версий. Есть кубик, который повторяется у многих. Шестерка. Защищайся. Рука помощи. Еще раз. Дубль. Джокер тоже, кстати, везде есть. Попробую еще раз. Дважды Джокер. Не в этот раз. По счетам. Подправить. Пока-пока. Удвойте. Утройте. Избавьтесь от этого. Вегас детка, кстати, тоже везде есть. У многих есть основная фаза. Какие состояния, перенос. Ну и подсказки. Так. С монахом разобрались. Да? Эту карту озарения только. Сюда забираем. Открываем. Паладина. Только честная и чистая и праведная победа может считаться истиной. И у него комбо. Это истинная вера. Какие у него есть? Десятина. Отмщение. Праведный бой. Пламенная молитва. Священная атака. Еще одна праведная молитва. А пламенная молитва и праведная молитва. Священный свет и божественная защита. И у него вот как раз те жетоны с действием. То есть у него есть состояние возмездия, мощь, оборона, точность и божественное благословение. Божественное благословение. Да. Счетчик боевая сила и счетчик здоровья. Кубы. Черные. Такие, даже сказал, серые. У них там есть сердце. Был ко вскновению меч. И это называется у него другой, даже не помню, отмщение. Карта. Так. Бонусная история. Благосклонность карта. И значок. Неверла. Для красоты. Давай, здесь у нас. Смотри, написано. Пало. Ну, сокращенное, да, чтобы не компивыл. Здесь написано Паладин, да. Пало. 32, версия 1. Печатали на заводе Китая. Прикольно, потому что можно вот так вот опустить, а оно так достается. А, вариант, что опустить, вот здесь сделано. Давай, кстати, покажем. Вариант, как достать, да, что-то вот так, да, наклоняешь и вытаскиваешь. Ну, еще можно садиться. Давай смотрим карты. Скупление, благословение, посвящение, могущество. Всякие улучшения. Священный свет. Все разлепим. Плазменная молитва. Проверный бой. Несколько версий улучшения. Ну, не то чтобы версии, а просто насколько можно прокачивать. Отмщение. Десятина. Ну, и стандартная, да, все шестеренка. Защищайся. Рука помощи. Еще раз. То есть они все повторяются. Карты. По счетам подправить. Пока-пока удвоите. Где-то тут, а где? Избавиться. Вегас. Да, есть. Все эти карты, значит, повторяющиеся. То есть есть набор уникальных улучшений. Все остальные карты, они у всех одинаковые. Понятно. Так, складываем паладина. Давай. Положи тогда большую коробку. Так, а я пока готовлю третий набор. Это пироманд и теневой вор. Закрой вот это. Вот так, кстати, не закрой. Только правила сначала положи. По краям вот так вот. Нам сзади не показали. Сейчас вытащу. Посмотрим. То есть у нас... Так. Набор жетонов. Так же, как обычно, правила. Готичный теневой вор. Смотрим по краям. Как это выглядит. И сзади на коробке расписано. Что пироманд расправляется с врагами быстро, горячо и разрушительно. Даже защищаясь, она наносит урон. Она колосс на глиняных ногах, обращающих своих противников в пепел. Сложность у нее три. И теневой вор. Теневой вор. Не любит быстрые бои и предпочитает им долгие сражения. Восстанавливает здоровье, отравлять врагов, скрываться и бить из тени. Вот и его стиль. Если дать теневому вору завершить его многоступенчатый план, то можно оказаться в большой беде. Сложность пять. Начнем с пироманта. У пироманта есть огненные шары, пылающая душа, огненный взрыв, воспламенение, полоса огня, метеорит, поджог и огненный доспех. И его слоган и девиз «Мечтаю видеть мир в огне». Ну и комбо «Выжженная земля». С этой стороны вот так. Сейчас. Нокдаун, горение, управление огнем и оглушение. «Счетчик боевой силы». «Счетчик здоровья». Ну давай, сразу разлепим. Все, нормально. Все, нормально. Поехали. «Сколько я тоже огнешение?» Как будто на две, смотри. Нет, сюда не складывается. В одну сторону. «Скажи кубики, какой у них это?» «Кубики оранжевые». «Оранжевые». «Прикольно». Так, так. И вот так. То есть там четыре получается, так, как обычно. Открываем промо у нас «Пиромант». «Пиромант». Как обычно, сюда укладываем подсказку. Карты. «Ликование», «Накаливание», «Зарево», «Подогрев». Это уникальный и улучшение, всякие огненные доспехи, метеорит, поджог, полоса огня, воспламенение, пылающая душа, огненный взрыв. Еще раз огненный взрыв, огненный шар. И дальше стандартный набор. Только немножко оформлено в стиле как раз этой героини. Но карта с теми же самоспособностями. Посчитаем, подправить. И у нее «Вегас Детка» все то же самое. Так. Запаковываем «Пироманта». Держи. Смотрим «Теневого вора». У «Теневого вора» девиз «Тень мое укрытие, укрытие, из которого я прирежу тебя». И мега комбо «Теневая засада». Удар кинжалом, удар из-за спины, мелкая кража, коварный удар, танец теней, изобилие карт, теневая защита и ответный удар. Да, подожди, способны, ну, смотрите, положительные состояния, тени, скрытность и отравление. Ну, на кубиках кинжалы и мешочки, и карты, и тень. Так, раскрепляем, да, говоришь, боевая сила. Сразу езди. Я пока кубики покажу. Фиолетового цвета. Фиолетового цвета? Блин, кубики вообще крутые, да? Кубики, да, симпатичные. Здесь даже, кажется, более перламутрово выглядит, чем обычно. Чем другие, я имею в виду, кубики. Класс. Сейчас, подожди. Счетчик здоровья покажу. Еще чуть-чуть еще не покажу. Так. Смотрим. Карточный фокус, войти в сумрак, теневая монета, дикая тень, отравленная рана. И прокраска. Дальше набор всяких мега улучшений. И стандартный набор карт. А, нет, они вообще одинаковые. Я смотрю, просто так же выглядит. Как и было до этого. Стандартный набор по счетам. Надо сравнить, а кто я уже запутался. Можно открыть, кстати, посмотреть. В следующих двух коробках просто отложить. По-моему, да, эти стандартные карты. Ну и здесь бонус предзаказа скрыться в тени и просто изображение. Давай складываем. Да, без разницы. Давай, убирай. И последняя коробка, четвертая, где у нас энд и ниндзя. Ты устал от распаковки? Слишком длинная распаковка. Ну вот так. Немножко помонтировать, посмотрим. А самокровка это шерлокомз была. Смотри, а вот. Так вот. Ну видишь, пишут, что 30 минут на двух, видимо, игроков. Можно зарубиться. Давай. Вообще классные. Смотри, какие жетоны. Вот таких там не было. Это интересные. Посмотрим. С другой стороны. Читаем. Энд. Самый древний из всех участников состязаний. Осознав, что лес по дереву не плачет, он решил ответвиться от своей семьи и начать все с чистого листа. Окопавшись на его месте, он сучок за сучком подбирается к корню всех лесных проблем безумному королю. Сложностей у него шесть. То есть он один из самых сложных или самый сложный получается всего этого набора. И ниндзя. Ниндзя знает, что никогда нельзя быть уверенной в победе, поэтому она проводит бесчетные часы, оттачивая свои навыки. Благодаря мастерству владения ниндзицу, она наносит противникам впечатляющий урон. Тщательно подготовившись, ниндзя может отражать атаки соперников чаще, чем любой другой герой. Сложность у нее два. Давай начнем с Энто. Девиз Энто Горе тому, кто пробудет сам лес и комбо у него пробуждение леса. Сегодня есть какие истории заноза, забота, плодородие, буйный рост, мстительные лианы, зов природы, лесной захват и корни. Покажи, пока не придет. Ну я. Сейчас. Сейчас я тебе покажу. Посмотрел бы, да? Не влез. Не влез. Да, придется только вот так. А, там почти все так не влезают. Ну, смотри, какие у них класс. У него есть духи. Дух семечка, компаньон это. Дух саженец. Дух дриада. Колючие заросли и источник. А на кубиков у него три вида ветвей, два вида листов и дух. Наверное, сюда все-таки укладываются большие. Сюда пока положим. Сейчас, подожди, боевая сила. Я думаю, что она вот сюда только влезет. Заклеена. Боевая сила. Счетчик, счетчик. Здоровье. У него тут олень изображен. Смотрим кубики. Промокарта «Семейное дерево». Не пускай там лежит. Просто его изображение. И открываем колоду карт. Давай мы оставим, кстати, посмотреть. Водопой, топот, ливень, лесной огонек, ростки, урожай. Дальше идут способности. Корни, лесной захват, зов природы, мстительные лианы. Буйный рост, забота, занозы всякие. И вот здесь я проверяю, что думаю, что да, все-таки они одинаковые. Уже точно. Шестерка, защищайся, рука помощи. Еще раз дубли и тому подобное эти карты. Избавьтесь, Вегас и т.д. И карта помощи. Карта помощи, хотел сказать. Давай пока не будем закрывать. Сейчас посмотрим, просто сравним, насколько похуже карты получаются. Открываем, нельзя. Сразу скажу, нельзя, черепашки. Ниндзя, если ты меня видишь, уже слишком поздно. Способность мегакомба убийства. У ниндзя есть порез, карабкаться по веревке, цветы смерти, дымовая завеса, отравленный клинок, теневая походка, теневой клык и теневая уловка. Теневой клык мне нравится, изображение прикольное. Здесь вот так. Ну и жетоны здесь, медленный яд, дымовая шашка и ниндзицу. Ниндзицу? На кубиках мне нравится ниндзиата, три вида ниндзиата, сюрикен, два сюрикена и маска. Я думаю, маска как будто инопланетянин. Проверяем. Кубики одинаковые, даже черные. А вот она, маска. Сюрикен, ниндзиата. Отклеиваем боевая сила, счетчик. Счетчик здоровья. Карты проверяю. Из уникальных побег, тренировка, дымовое подношение, веер кинжалов, сюрикены, ядовитый дротик. Дальше карты идут улучшений. И последний набор как раз я хотел сравнить, чем они отличаются из других наборов с другими героями. То же самое. Один в один. Единственное, что вот здесь написано, что это для ниндзя, а здесь написано, что это для энта. Набор. Все. Перепроверяем. Отлично. Так. До сюда скидываем. Карты. И бонусная карта Додзё. Интересно, что такое значит Додзё. Если кто-то знает, напишите в комментариях к видео. Нет, не может. Значит, что. И карточка. Ну что, скоро нас ждёт великая битва, мне кажется. Будем изучать правила. Понятно, что снимем кучу, мне кажется, летсплеев на эту игру с разными героями, так как явно видно, что они все асимметричные. И в этом кайф игры. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова